Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США и Великобритания объявили войну еминским хуситам. США и Великобритания сегодня начали военную операцию против еминского движения Ансарала посредством нанесения массированных ракетных ударов по еминским городам. К настоящему моменту известно о нанесении свыше 70 ракетных ударов по военным целям, расположенным в столице Йемени, городе Саны, по аэропортам города Хадеи и Аль-Хавбан, по объектам в городе Саада, по военному лагерю, вблизи населенного пункта Аль-Джант. По данным CNN, в операции принимает участие авианосная группа ВМС США, задействовавшая крылатые ракеты «Тамагав» и КВВВВВ, которые с помощью истребителей, вылетевших с аэропорта на Кипре, нанесли удары по емину управляемыми ракетами ПВВ-4. Целями ударов по заявлению Байдена и Сунка стали центры военного командования Ансарала, склады с боеприпасами и прочим вооружением, производственные объекты по выпуску и запуску беспилотников. По сообщению американских СМИ, все выпущенные ракеты достигли целей, ни одна из них не была сбита. Очевидцы на местах опубликовали в соцсетях фото и видео, которые свидетельствуют о многочисленных разрушениях в разных точках Йемена. Президент США Байден назвал военную операцию против хуситов решительным ответом на угрозу судоходства в Красном море. Поводом для ее начала стала крупнейшая атака на американский флот, предпринятая хуситами 9 января этого года. Власти Йемена, по сообщению Bloomberg, назвали военную операцию США и Великобритании глупой и пообещали усилить атаки на Израиль и все западные страны, его поддерживающие. Член Политбюро движения «Ансарала» Али Аль-Кухум пообещал йеменскому народу жесткий ответ на преступную агрессию западных стран. О жертвах среди населения Йемена точной информации пока нет. В американских городах Вашингтона и Нью-Йорк начались акции в поддержку Йемена и с осуждением военной операции США и Великобритании. Сегодня по требованию России обсудят ситуацию в Йемене члены Совбезу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила руководство США и Великобритании в извращении резолюции Совбезу и нарушении международного права. Англосаксы, по словам Захарова, преследуют разрушительные цели на Ближнем Востоке.